Всем привет! Меня часто спрашивают, какой дивизии начать играть в Steel Division 2. Отвечаю! Лучше всего начать за 3-й гвардейский танковый корпус. 3-й гвардейский танковый корпус входит в DLC пак Pre-Order, поэтому первое, что вам надо, это войти в Steam и приобрести Pre-Order Пак. После того, как вы его приобрели, заходим в игру и создаем дивизию. Выбрали 3-й гвардейский танковый корпус. И тут давайте немножко теории. Логика новичка обычно такая. У меня танковая дивизия с тяжелыми танками, поэтому я наберу в нее много-много танков и буду танками ездить, всех убивать. Логика подсказывает, что танковая дивизия, играем танками. Обычная логика не работает в реальной жизни и в нашей игре тоже не работает. Дело в том, что в стиле дивизии, когда вы играете, ваша дивизия должна выполнять все поставленные задачи на поле боя. Например, вас пробили в каком-то месте и враг закрепился. Закрепляются обычно двумя способами. Первое, это выгоняют тяжелый танк на позицию, на возвышенность и с этой возвышенности стреляют. Так как вы играете третьим гвардейским танковым корпусом, это вам не грозит. Потому что в этом случае вы пригоняете свой тяжелый танк, да, где тут у нас, ИС-2. Вот. И убиваете вражеский тяжелый танк. Единственное, кого не может на возвышенности убрать тяжелый танк ИС-2 44-го года, это Королевский тигр. Да, то есть, эта ситуация редко с вами будет случаться, но в принципе возможно, да. А другая ситуация, это легкие танки, средние какие-нибудь, да, или даже тяжелые в вашем случае, будут прятаться за складки местности и сидеть там, чтобы вы не могли их достать. А когда ваш тяжелый танк сблизится с ихним тяжелым танком, там шансы уравняются, да. Бронепробитие будет увеличиваться по мере приближения, приближения дистанции, точность будет увеличиваться, да. Броня будет играть все меньше роли и как бы там вполне возможен размин. А так как он будет стрелять первый, сидящий в засаде, да, то у вас шансов становится еще меньше. В этом случае танки друг на друга отправлять бесполезно, надо их уничтожать последовательно, разрушая вражескую оборону. То есть, вам надо будет притащить специализированную пехоту, да, уничтожить вражескую пехоту, дальше запустить какую-нибудь пехоту с ПТ-средством или противотанковую пушечку, например, вот такого человечка, да, и с базучкой бесплатно забрать вражеский танк, сидящий в складках местности. То есть, если он сидит в складках местности, значит, к нему можно подобраться пехотой или пушечкой какой-нибудь, да, или забомбить. Поэтому танковые дивизии нужны все средства борьбы, да, вы должны уметь справиться с любым противником в любом месте. С теорией закончили, да. Теперь, тактика применения танков, советских тяжелых танков и немецких тяжелых танков немножко разнится. Дело в том, что немцы имеют куда более обширный арсенал тяжелой техники, вот, и более дешевый. То есть, они менее эффективные, более тяжелые, поэтому, как правило, тяжелый танк, тяжелая боевая группа немцев на танках может на каждое направление выставить по одному тяжелому образцу техники. Например, часто играют, например, со сковородок начинают, да, ягдпанзеры, ягдпанзер, да, ягдпанзер 4, начинают расставлять на каждом направлении, вот, и куда вы атакуете, там будет тяжелая техника, с которой будет тяжело справиться. Вот, при этом немцу все равно отрабатывает тяжелый танк или не отрабатывает, да, то есть, один из четырех пострелял, уже, уже неплохо. Вот, у совета тяжелой техники меньше, она более эффективна, вот. ИС у вас будет на первой стадии один, и обычно будет тоже один. На второй стадии будет всего два, то есть, за 20 минут вы сможете вызвать всего три тяжелых танка. В случае с ИСом 44-го года более чем достаточно. Это машина смерти, которая, как правило, не погибает в бою, если вы не совершаете ошибок. Да. Не совершаете ошибок, и все ваши тяжелые танки дойдут до Берлина. Поэтому, тактика применения тяжелых танков за советов, это, чтобы танк постоянно работал. То есть, вы его вместе с собой берете на направление ударов, либо вашего, либо оборонительного, и он с дистанции полтора километра, может быть, километр двести работает постоянно. Желательно держать тяжелый танк на двух километрах. Из двух километров урабатывать противника. Это идеально, да. Но можно подойти на полтора. В случае, если вы точно знаете, что ему ничего не грозит, на километр двести, ближе к километрам вообще не подходите ни к чему. Там к кустам всяким, изгородям. Вот, опасно все-таки, может пачком повернуться, и случайный крип, там подкалибер, что-нибудь еще. Да, 110 брони в боку все равно могут пробивать с близкой дистанции даже пак 40 какой-нибудь. В общем, аккуратно с ним надо делать. Но он должен постоянно работать, да. Вот он... ИСы, это те танки, которые боекомплект расстреливают. То есть, вот этот всегда расстреливается, там, процентов 95, да. Пулемет редко расстреливается, потому что все-таки на дистанцию лучше не подходить. А вот подкалиберы и, ой, самое, АП и фугасики, вот, можно прям расстрелять все. ИСы очень хорошо работают. Да, будущий, 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 скорострельность не очень высокая, но вот ты можешь все расстрелять. Так, это рассказал. Теперь, чем силы этой деки? Сила деки это в комбинации среднего танка, лучшего среднего танка в игре. И в комбинации лучшего тяжелого танка в игре. На мой взгляд, ИС лучше, чем КТ. Почему? Потому что более универсален. Мне больше нравится. Тонкости отходить не буду. Так, теперь давайте соберем нам дивизию. Первое, я бы посоветовал взять БА-10. На какой стадии вы его возьмете, честно говоря, не знаю, но точно надо брать одну карточку. Это хорошая полоска. За свои деньги прекрасно работает. Два ДТ, сорокопятка, в общем, все хорошо. Я бы еще посоветовал взять БА-10. Опять же, стадию вы можете выбирать под свои нужды, как вы собираете деку. Каждая дека будет оригинальна. Не надо копировать мои. Моими деками довольно тяжело играть, если вы не обладаете достаточным опытом. Поэтому подбирайте под себя. Сыграли игру, нашли у себя слабое место, что-нибудь пересобрали опять. Только опытом. Я думаю, что дека, первой АТЭКу, надо шлифовать минимум игр 30. Садитесь и 30 игр играете этой декой. Тихонечко-тихонечко в течение месяца. Не надо играть там каждый день. Не затрачивайте удовольствие. Сыграли, посмотрели реплей, пересобрали деку. Готовы съедать следующего. Обратите внимание на базучку. Базучка здесь очень хороша. Можно ее взять на Б, можно взять на А, можно взять вообще на С. На С, в принципе, я думаю, не совсем полезно уже. Там все-таки тяжелые танки в большом количестве. А вот на А и на Б можете выбрать. Я возьму, наверное, попозже выберу, что я возьму. Так, у нас теперь пехота. Что нам нужно? Нам нужна пехота, которая будет воевать на дальней дистанции. У советов это гвардия ДП. Берем на быстром транспорте. Главное приехать в начале, занять позиции. И сидеть. Теперь нужно взять какую-то специализированную пехоту для ближнего боя. Я бы вам советовал брать танков десантников. Опять же, на стадии А мы берем на быстром транспорте. Почему автоматчиков? Потому что хорошо работают в ближнем бою. Имеют ПТ-гранату. Их можно на направлении вообще в одиночку высаживать. То есть, у вас какое-то есть второстепенное направление. Высадили туда этот отряд. Он в случае чего себя окупит. То есть, не надо ожидать, что он в одиночку всех побьет. Но себя окупит. Там набегающие огнеметчики в лесу. Он их постреляет. С саперами там разменяется. Приезжающие мимо техника получат гранату. То есть, все в принципе неплохо. Проблема в автоматчиках это позиционирование. Довольно тяжело их научиться сажать туда, где они будут эффективны. Как вам с этим помочь? Не знаю. Опыт плюс смотрите стримы. Там все есть. Так, пехоты. А, все-таки маловато. Давайте добавим сюда какой-нибудь. Ух ты, какой прикольный. Кумротин. Вот таких вот нам нужно. На каком-нибудь транспорте побыстрее. Так, так, так. Три карточки пехоты на А. Давайте возьмем карточку пехоты на Б. На С сначала возьмем сразу же гвардию. На С пехота становится необходима как мясной щит. Только как мясной щит. Чем дешевле, тем лучше. Вот, гвардия на С. Мне кажется, в данный момент вообще классика. Самая такая ходовая карточка. Для любой деки всегда требуется гвардия на С. Так, что еще? Нам нужна гвардия на Б. Гвардия на Б. Гвардия на Б. Тут есть выбор. Как вам надо. Я бы советовал взять вот так. Саперы. 10 человек. На Б в принципе должно хватить вам. Вот. Они могут и в дальний бой. Могут и в ближний бой за счет взрывчатки. Универсальный отряд. В принципе, на Б должно хватить 10 человек. Мне, по крайней мере, в танковых деках обычно хватает. Так, что у нас еще? Нам можно взять еще одну карточку на А. Видите, у нас 3. И здесь все закрыто. Дорогая карточка. Но, в принципе, я думаю, можно взять. И тут мы выбираем. Мы можем взять танкодесантников на Б. На вот таком транспорте, чтобы захватывать. И тогда мы можем убрать саперов отсюда. Будем воевать Б только танкодесантниками. Без пехоты для дальнего боя. Это опасно. Это сложно. Но, если вам почему-то хочется, то... Welcome. Welcome, welcome. Для начала я бы советовал начинать вот таким образом. Берете вот так вот саперов, а танкодесантников на А. Транспорт выберите под себя. То есть, вот это будет пехота для лесов. Вот это будет основная стрелковая пехота на всех направлениях. Да, это будут автоматчики, которые... А, вы запускаете со старта куда-то в слабо оброняемую позицию. Либо у себя, либо у противника. То есть, либо в защиту, либо в атаку. В принципе, пехота более-менее собрана. Так, что у нас тут по технике? МЧИ. Честно, раньше брал все в элите. Сейчас мне требуется больше очков, больше юнитов. Поэтому тут либо по первой лычке, либо вообще без лычек. Потому что МЧИ очень хороши. Очень хороши. И их нужно много. Все будет зависеть от вашего дохода. То есть, если вы выбираете авангард, эту дивизию, то вам, конечно, надо вот так вот собирать. Если вы собираете флэтлайн, можно вот так вот выбирать. На балансе вот тоже так. А вот какой-нибудь маверик можно и побольше взять. Так, что у нас? Давайте сначала выставим миссов. Первый из на А. Почему командирский? Потому что на А их будет всего два. И на Б будет всего один. Видите? А он тут будет со звездой. Так. ИС. Одна штука. Здесь ИС еще две штуки. И карточка ИСов четыре штуки. Все. ИСы выбраны. В принципе, на весь бой должно хватить. Дальше мы берем, я думаю, для начала вот так. Ой, это много. Вот так. И вот так. Это нормально. Две карточки на А. В принципе, неплохо получилось. Мне нравится. Опять же, будете собирать под конкретный доход. Смотрите, что у вас остается, на какой стадии, как вы играете. И желательно, чтобы у вас танков не осталось. То есть, сделайте такую им элитность, чтобы вы всегда выбирали все танки. Это вообще по юнитам так. По всем. Не надо оставлять юнит. Дальше. Теперь у нас вот. Опять зависит от вашего стиля игры. От того, какой вы выберете доход. Одно из самых лучших средств поддержки это ИГ-шка. Либо на А, либо на Б, на Ц они уже не нужны. Они все-таки должны работать. Если на А вы берете направление удара и поддерживаете свою пехоту и танки. Если на Б вы концентрируете невероятное количество ИГ-шек и делаете контр-пуш. Да, вполне себе. Чтобы за большим количеством своих ИГ-шек подавить вражеские. И дальше настрелять. Вот. Выберите, как вам требуется. Комбаты у нас здесь плохие, я смотрю. Да, очень плохие комбаты. Честно говоря, да, вот этот бы взял. Стелс бэд, стелс гуд. Вот этот бы я вообще боюсь брать. Так. Выбирайте, как вам необходимо. На А это будет очень агрессивный и мощный такой удар. На Б это все-таки придется терпеть. На А и с помощью там шерманов тащить. Так, снабжуху пока не будем брать. Огнеметчики. Огнеметчики. Зависит от того, как вы взяли танкодесантников и как вы соберете ПТРС. Если вы взяли ПТРС, вот так вот, да, например, взяли ПТРС, то и взяли танкодесантников на А, то я бы советовал вам огнеметчиков уже не брать. То есть, у огнеметчиков две цели. Это ближний бой. В качестве пехоты, да, зачистки там лесов, удержание этих лесов. И приехать быстрее разведывать. Приедут первыми разведывать позицию ПТРС. В принципе, огнеметчики уже половину своего функционала потеряли. Вы взяли танкодесантников на А. И, соответственно, у вас требования в огнеметчиков минимальны. Вам они не нужны. Убрали танкодесантников на АБ. В принципе, надо задуматься взять огнеметчиков, да, и, возможно, отменить ПТРС. Вот. Тогда можно без ПТРСов, без танкодесантников. На одних огнеметчиков они и ту, и другую функцию выполнят. Но ПТРС еще и настреляют на ежающий транспорт. А огнеметчики с этим не справятся. Но зато освобождается карточка под пандышек. Тоже хорошо, да? Вот. Это все зависит, как вы будете играть. Дальше. Максимы мне нужны. Пехоты у нас на А мало. И я бы вот еще Максимчиков взял. Возможно, 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 возможно. Ох ты, а Максимчики можно взять на Цех? Да. Давайте, Максимчики, возьмем на Цех. На Цех. Карта Максимов. Классика. И вот так вот. Вот. В этом случае можно попробовать вот так вот вообще взять. Разница между эгэшкой и пулеметом. Пулемет эгэшка убивает на дистанции до того, как он достает до нее. Да? На 1200. Эгэшка, соответственно, убивает пулемет на 2000 метров. Поэтому смотрите дистанцию боя. Какие противники вас там ожидают. Дистанция боя будет около километра. Ну, может быть, максимум полтора. Да? Тогда берем МГ. Вот. Или СГС у нас 1200. В любой другой позиции ставим эгэшку. Танчики. Противотанчики. Противотанчики. Берем вот так вот. Птрейсик. Сейчас бы советовал взять на первую стадию зиску. И подумать над зиской на B. Но, в принципе... Или пандерсжеком. Вот эту карточку. Давайте оставим на потом. И ее заполним. Вот эта карточка не заполнена. Вот эта карточка. Вот эта карточка. И, возможно, вот эта. ПВО-шки. На ПВО-шке первой стадии это 100% зимка. Зенитка. Она хорошо работает. Отлично. Дальше бы я порекомендовал вот так вот сделать. Почему? Потому что контрбатарея. То есть, зенитки любят контрбатареять. Да? Это немножко подороже. Но в какой-то момент вы можете собрать пачку этих зениток и кататься по карте. Туда-сюда, да? Там 4 зенитки, разбросанные по всей карте, дают мало возможности что-то бить. А если вы сблобите, да, и куда-нибудь притащите, то противнику может быть неожиданно сюрприз такой. Опа! А тут все зенитки появились, да, и все, попадало. Теперь они раз после этого уехали в другое место. А противник в это место уже, если он боится туда полетать, в новое место летит, а там опять зенитки. Хопа! И вот для него будет такой сюрприз. Неплохо работает механизированный миномет. Если вам интересно, можете попользовать. Да, сейчас он более устойчив, чем обычный миномет. В принципе, разницы в них никакой. Поэтому, если можно взять механизированный, берем механизированный. Отличный выбор. Ставите на огончик постоянный, и он сам там работает. В принципе, хорошо. Главное менять позицию. Так, по поводу авиации. Сразу же возникает вопрос, как вы будете защититься. Вот эта самая пешка никого не собьет. Вот. В лоб. Там огневая мощь слабая. Зато хорошая устойчивость и много летает. То есть, если у вас внизу зенитки, вас прессуют вражеские истребители вытащить вот такого файтера тяжелого, да, и там под своим ПВО разбираться с врагами. Да. То есть, файтеры вражеские взлетают на вашу территорию и пытаются там вас поддерживать собственную бомбардировочную авиацию. Вот под собственным ПВО летать чем-нибудь таким хорошо. И в принципе, если их много на вызвать и дешевые, да, они могут прикольно там долгие докфайты тащить. Опять же, за счет того, что они сами почти не умирают, да, высокая выживаемость, да, и настреливают за бронительным вооружением. Но это такое, знаете, это вот прям на любителя. Это надо уметь, это надо чувствовать, когда их можно выпускать. Есть шансы, что какая-нибудь тяжелого вооруженная фока зайдет у вас, собьет и уйдет. Поэтому новичок, берем карточку, берем карточку, вот так. Есть нифиговый самая шанс, нифиговая самая возможность, как вам сказать, смысл брать вот разведчик, да. То есть, вот разведчик очень неплох, мне нравится, это почти истребитель, да, видите, практически то же самое. Летает, хороший, все у него нормально, разведывает, вот, даст вам возможность узнать, что происходит. Проблема, чем кидать бомбы, чем поддерживать свою пехоту. Ну, тут, вот так вот, если вам не хватает, можно сделать вот так вот. То есть, смотрите на свое усмотрение, как у вас получается, что у вас происходит в бою, потому что и илками, в принципе, можно в лоб зайти и что-нибудь там протаранить фражеский истребитель. Опять же, илки не панацея, нужно иметь внизу ПВО, который прикроет илок в случае чего. Вот такая у нас получилась дека, которую вы можете сейчас добрать. Что можно добрать? Первое, это выбрать под себя доход. Играются балансом, мне кажется, эта дека раскрывается в полной мере. Проблема только в том, что большинство игроков вам не даст дожить. То есть, они вас будут бить, 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 бить и могут пробить. Но, на мой взгляд, это очень хороший доход. Если вы научитесь выживать, в принципе, будет очень неплохо. Плюс против слабых игроков, мне кажется, что если вы будете попадаться со слабыми игроками, особенно с немецкими танковыми дивизиями на балансе, вам на балансе будет чувствоваться себя очень-очень даже неплохо. вы будете прям в фаворе всегда. Можно взять флэтлайн. Флэтлайн. Тогда немножечко придется подобрать юнитов на первые две фазы, да, и убрать цену. В принципе, у нас на цепочку меньше нет. На этом доходе против тяжелых танковых немецких дивизий в балансе вам будет, ну так, я думаю, дискомфортно. Но за счет того, что у вас дикий дигитанчик, да, дикий ИС, можно и так сыграть. При этом отлетать на первой стадии вы не будете. Можно будет играть от накопления довольно так стандартно. надежно, точнее. Так, авангард я бы не советовал. Это надо делать удар, нацеливать на ИС. То есть берете ИС, обмазываете его шерманами пехот и пробиваете противника. Да, это возможно. В этом случае, мне кажется, надо будет отменить карточку ИСов и взять ее еще на А. Вот так вот. Два ИСа, да. Один сорок третьего, один сорок четвертого. Наверное, даже брать сорок четвертого в начале придется. Ну, чтобы так реализовать по полной. Вот. Добрать оставшиеся поинты. Либо вот так вот, да, вам снабжение, если нужно. То есть какое-то снабжение в любом случае потребуется. Да, вот так вот. Вот, тогда уже третья карточка, дороговато. Можно взять, мы не взяли базук, панцершрек, можно взять базучку. Вот так вот. Да. И у нас остается еще на что-то. То есть, либо по артиллерии какая-нибудь. Вот. Либо вот отменить здесь. Вот взять у нас тут вот какой-нибудь, например, вот так вот. Ну, то есть, это на самом деле зависит от вас, как вам хочется набирать. В принципе, и тут можно отменить и играть без снабжения. Тогда у нас вообще получается много карточек, да. Можно взять базуку сюда, пару ПТ-шек сюда. ПТ-шки нам, в принципе, не очень нужны. Можно взять карточку пехоты, например, на А. Так, еще саперов. Да, и базучку вот так вот долбануть. Вот. Прямо великолепно, да. Если у вас хватает фаер-суппорта, и вам не требуется начально поддерживать свою пехоту, даже в старостепенных направлениях эту можно штуку убрать. То есть, тут вот довольно большой простор для творчества. Даже в той сборке, которую я вам показал, можно найти для себя, что вас устроит. Ну что, вот такой вот получился гайд. Надеюсь, я ответил вопрос, какой дивизии стоит начинать играть в силу дивизию 2. Пишите комментарии, оставляйте вопросы, буду отвечать. Всем спасибо. Пока.